В карьеристках нет ничего женского, про них говорят баба с яйцами. На вкус и цвет, конечно, товарищи, нет. Карьеристка – это жена мужа-неудачника. Ого! Ого! Много дали воли. Жена, да, убоится мужа. Домохозяйки дома деградируют, с ними обычно не о чем поговорить. У наших участников все горит и подгорает. Лучшая футболистка Африки 2012 разделась для того, чтобы доказать, что она женщина. Бразильянки разделись, чтобы доказать, что не заслуживают быть изнасилованными. А феминистки показали всему миру свою грудь, на что только не идут люди для того, чтобы быть услышанными. Ну, а галяться сегодня не будем, надеюсь, но обещаем и без этого делать все, чтобы каждый в конце программы смог сказать «Спасибо, я вас услышал». В студии «Я вас услышал» шесть человек. У них абсолютно разные мнения на одну и ту же тему. Им предстоит высказать свою точку зрения и выслушать чужую в трех раундах. Как будет меняться их настрой, подскажут кубы. А сблизятся они или нет, выясним в конце на специальном поле. Мы не случайно вспомнили феминисток, поскольку наша сегодняшняя тема имеет самое прямое отношение к борьбе за права женщин. За что боролись, на то и напоролись. Теперь и на работе, Пашу, ты домашние обязанности никто не отменял. Так что я сегодня за домохозяек. А я за карьеристок. Домохозяйка я уже восемь лет, почти девять скоро будет. Потому что было три беременности, дети погодки. Надежда Сухомлинова, домохозяйка. Считает правильной схему, в которой папа работает, а мама посвящает себя семье. Встретить, забрать, привезти, поддержать, выслушать. Как бы если я работала, у меня бы не было на это всего времени. Просто сидеть дома – это не мой вариант. Альмира Нугертаева. Бизнесвумен. Жена и мама двух детей. Я успеваю все. Я хорошая мама, я хорошая жена. А также я умею все это совмещать вместе с бизнесом. И для меня это не хобби, для нашей семьи это основной доход. Я не думаю, что очень долго протянет та семья, в которой женщина стремится к тому, чтобы как можно выше стать на лестнице управленческой. Виталий Батищев, казак. Считает, что главная работа женщины – это семья. В семье должен быть глава и глава, этот должен быть мужчина. Так повелось на Руси. Что-то как-то я здобостроен, это не очень. Сергей Клименко – коуч. Самым устойчивым союзом считает партнерские отношения, где оба работают. Женщины, благодаря научно-технической революции и всему остальному, чем перечитать не буду, также могут обеспечивать семью, как и мужчины. Я хожу на работу, потому что надо же куда-то новые каблучки выгуливать. Ольга Синицына. Работает исключительно для удовольствия. Онлайн. У меня есть дочь, ей 15 лет. И своим примером, я надеюсь, я показываю правильный пример, какой она должна стать женщиной. Вот, а как так? Ты должна, Таня, это неправильно. Да он от тебя убежит про меня, муж. Ну, у нас все отлично. Митя Чепиков. Отец в декрете. Домохозяин и гордится этим. Я за карьеристок. Просто не понимаю, как можно добровольно отказаться от самореализации в пользу горшков и кастрюль. Ну, есть ли у наших двух лагерей что-то общее? Давайте же узнаем. Сделав первый шаг. Шаг первый. Участники приведут свои аргументы, а их позиции будут отражать кубы. Зеленый согласен. Красный не согласен. Желтый частично согласен. Ну что ж, давайте выясним, в чем суть наших разногласий. Ольга, ваш первый аргумент. Карьеристкам плевать на детей, они у них брошены. Ну, нет, конечно, не согласен. Можно быть и карьеристкой, и с детьми ладить. Давайте следующий аргумент. Карьеристки травмированные женщины с неврозом. Могу ответить тем же по поводу домохозяек. У домохозяек свои неврозы. У них есть определенный комплекс низкой самооценки. Есть еще что сказать вам. В карьеристках нет ничего женского. Про них говорят баба с яйцами. На вкус и цвет, конечно, товарищей нет. Но есть очень-очень жестственные карьеристки. Как, впрочем, и домохозяйки очень разные. То есть ни с одним из наших аргументов вы не согласны? С этими нет. Тогда, может быть, вам есть что нам сказать? Ну, я, собственно, уже сказал о том, что я как коуч очень часто сталкиваюсь с женщинами, которые приходят в коучинг с очень низкой самооценкой. У домохозяек низкая самооценка. А что такое домохозяйка? Что такое домохозяйка? Домохозяйка — это же не та, которая привязана к семье. Она просто не пашет на работе. Она отдыхает. Она где-то... У нее больше времени на то, чтобы заняться собой. И быть счастливой мамой и женой для своей семьи. Как вы считаете, у вас низкая самооценка? Ой, я считаю, она у меня чересчур завышенная. Есть что еще сказать? Ну, женщина, которая становится домохозяйкой, она, как мне кажется, избегает определенной ответственности. Ответственности показать себя миру с другой социальной роли. Прячется. Да. И тем самым уходит от части своих каких-то возможных ролей и обязанностей. Есть женщины не совсем домохозяйки. У них есть хобби, которое приносит им... Бывает и лучший доход, чем у супруга. И они счастливы. Они могут в любое время поехать в отпуск. Они сами строят свой график. И они не привязаны к работе. Они... Что за такое хобби? Я бы спросила. Ну да ладно. Вы, получается, не согласны с нашими аргументами? Больше нет, чем да. Виталий, ваши аргументы. Карьеристки идут против природы и мироздания. Очень важно найти баланс. Потому что не каждая женщина готова сидеть дома и варить борщи. Каждая женщина, даже если смотреть издревле, помогали своим мужчинам и даже на войну ходили, когда это нужно было. Давайте другой тогда аргумент. Карьеристки зациклены на себе и никого больше не любят. Конечно же нет. Могу сказать по себе. У меня бизнес, двое детей, есть супруг. Мы просто распределяем обязанности и расставляем приоритеты. Ну тогда наш последний аргумент. Виталий. Карьеристки упускают все важное в жизни и потом пожалеют об этом. Важное это что? Хотя бы близость со своими детьми. Ну я могу сказать, что если это сфера бизнеса, и ты сам планируешь свой день, свою работу, в отличие, допустим, от работы в найм. Вот. Поэтому мы здесь сами контролируем свой отпуск, свои выходные. Есть свои плюсы и минусы определенные. То есть вы не согласны с нашими аргументами? Нет. Можно всегда найти компромисс. Такого не бывает категорично. Что вы нам скажете? Домохозяйки дома деградируют. С ними обычно не о чем поговорить, кроме того, какие подгузники хороши и что же приготовить на вечер мужу. Домохозяйка развивается, и книги, у него больше возможностей и книги почитать, и не только борщи варить. Еще наши аргументы? Они по сути проживают чужую жизнь, не свою. Жизнь своих детей, своего мужа, они им готовят, прислуживают. Но как сами они и живут. То есть себя они не могут реализовать. А разве это не реализация себя в своих детях, в мужа? Ну, это спорный вопрос. И наш последний аргумент. Женщины, они очень часто, когда сидят дома, перестают за собой ухаживать. И запускают себя. Как жалко, что Ольга сейчас не может ответить. Частично могу согласиться с этим. Но женщины-домохозяйки в вашем окружении красивые, ухоженные? Да. Со всеми аргументами нашими вы не согласны? В основном нет. Вы что, не смотряли секс в большом городе? Надежда, ваши аргументы для Мити? Карьеристки зависимы от чужого мнения. Если человек карьеристка, ну и опять-таки, без ухода в какую-то крайность, она знает себе цену и сама диктует себе самой. То есть свое «я» она в первую очередь выставляет. Но не то чтобы на показ, оно у нее ярко выражено, как стержень. Я на 90% не согласен с этим утверждением. Карьеристка – это жена мужа-неудачника. Ого! Я вот немножечко как будто бы в ду... Завибрировал, да? Я, ну, можно сказать, что я мужчина-домохозяин. Я себя неудачником не считаю. Опять же, тут вопрос принятия себя и чем ты занимаешься дальше. Есть примеры, я уверен, но на моей памяти, наверное, это... Надежды. Карьеристки – это недолюбленные в детстве женщины. Так, я вот посмотрю на Альмиру. Ну, я вообще не скажу, человек сияет, лучица. Ну, я вообще в корне, в принципе, не согласен. Вы, получается, в корне не согласны? В корне не согласен с последним утверждением и плавающая в районе 90% с остальными. Не согласен. Не согласен, да. Теперь пришла очередь моих аргументов. Конечно. По нарастающей из моего личного опыта домохозяйки просто прикрываются. Прикрываются детьми для того, чтобы не строить карьеру, не ухаживать, не реализовываться, не ухаживать за собой и еще что-то. Прячется? Ну, может быть, на 80% я соглашусь с этим утверждением, что да, бывают такие домохозяйки, лишь бы не работать. А к вам это относится? Нет, ко мне это не относится, потому что я хочу, пока мои дети маленькие, я с ними хочу побыть. Когда уже они зайдут в такой возраст, уже мама не нужна будет, то, конечно… Это какой возраст? А то у всех разный, да. Ну, я думаю, 10-12 лет. То кто-то уже говорит, что год не нужна. Сейчас у меня 4, 6, 8. То есть я им сейчас еще нужна. То есть младшему, когда будет 12, да? Да, может быть. Это не скоро. И вот сейчас, пока маленькие дети, я не прикрываюсь ими, я просто хочу быть с ними. И везде их поддерживать, чтобы потом, когда они выросли, я стала для них подругой, а не какой-то чужой тетенькой, которая пришла с работы, накормила, ушла и там какие-то дела сделала. Здорово. Лучики тепла в эту сторону. А второй. Домохозяйки скучны, неинтересны сами себе. По мне, так вообще карьеристки наоборот. Занимаются только работой, работой, работой. У меня вообще не скучная жизнь. У меня все распределено, у меня очень много занятий. Я схожу на какие-то игры с такими же домохозяйками. Мы встречаемся на квесты сейчас. В библиотеку я записана, я люблю читать. У меня есть на это время. При том, что как бы я всегда со своими детьми. Понятно. Это не про вас. Это не про вас. Это не про вас. Это не про вас. Это классно. Давайте самый-самый такой аргумент. Ну и самый жесткий. Прямо, знаете, сексизмом попахивает. Домохозяйки, рабыни 21 века. Века, когда все развивается, все идет в рост. И абсолютно уже не то, чтобы поменялись ролями мужчина и женщина. Мы ушли от архетипов. И поэтому себя насильно заковывать в эти кандалы, это вот является рабство. Ну вы понимаете, что это какая-то правильная схема. Когда муж зарабатывает, а жена дома с детьми. И почему это рабство может быть, если... Почему правильная схема? Ну кто вам сказал, что она правильная? Вот эта вот схема, она была у наших бабушек, у прабабушек. Вот именно, она была у наших бабушек. Вот на этом можно закончить. Но смотрите, вы, получается, не согласны. Нет, вообще. Вот последний. Ну что ж, схема-то действительно горячая. У наших участников все горит и подгорает. Муж сто процентов доволен, что я дома. И одобряет. Надежда Сухомлинова. Домохозяйка. Не планирует работать, пока трое детей не вырастут. Наоборот, говорит, ну посиди еще, посиди. Я говорю, может быть уже пора, ну посиди, посиди еще. Домохозяйки, у них свое видение. Они, когда сидят дома, нужно обсуждать детей, мужа. И для них это цель жизни. Они по-другому не видят, не умеют, не знают просто. Альмира Нугертаева. Бизнесвумен. Уверена, что быть домохозяйкой – очень грустное занятие. Мне их жаль, если честно, потому что, ну как-то нужно, чтобы жизнь была интереснее. А для чего карьера? Виталий Батищев, казак, считает, что женщина-карьеристка – враг семье. Для того, чтобы больше зарабатывать, для того, чтобы содержать семью, чтобы поддерживать того мужа, который, так будем говорить, не хочет зарабатывать. Сейчас нам удобнее и выгоднее, если говорить уже о финансах, да, ей строить свою карьеру, а мне немного уйти на домашний план. Митя Чепиков, муж карьеристки и отец в декрете, презирает догмы домостроя. И мне круто, здорово и классно смотреть на то, как она с каждым разом круче и круче делает вещи. И мне приятно знать, что я в этом тоже принимал участие. Хочу всем сказать, что домохозяйка – это не та зашоренная женщина с немытой головой. Ольга Синицына. Имеет свой образ правильной жены и уверена, что карьера портит женщин. Она с иголочки. Муж ее боготворит. Он водит ее по магазинам в шубы и в ювелирные. Вот это вот для меня, да, хорошая домохозяйка. В моем окружении, в моем обществе как раз царят отношения, партнерство и сотрудничество. Сергей Клименко, коуч, считает, что главное в семье – равноправие. Плохой союз, когда один из супругов чувствует свою какую-то ущербность. В первом раунде участники разошлись по разные стороны баррикад. Команда «За домохозяек» отстаивала традиционную модель семьи. Эти участники настаивали на том, что женщины, которые работают, идут против природы. Прозвучала даже мысль, что карьеристка – это жена мужа-неудачника. Это явно был камень в огород Мити, который сейчас сидит в декрете с дочкой, пока его жена добивается новых вершин в работе. Впрочем, команда «За карьеристок» не осталась в долгу. Они заявили, что домохозяйки в большинстве своем – запущенные женщины, неинтересные сами себе. Удивительно, но с этим согласился Виталий, главный приверженец традиций. И теперь его куб горит желтым. Все остальные настроены более категорично. Ну что же, пора уже начинать слышать не только себя, но и других. Уважаемые участники! И начать нам стоит с себя, как я полагаю. Второй шаг нашей программы существует именно для этого. Шаг второй. Настало время фактов от ведущих. Выводы ученых, данные статистики и реальные случаи из жизни. Заставит ли все это участников проекта усомниться в своей правоте? Посмотрим. Напоминаю, вы сейчас имеете право спорить, соглашаться или не соглашаться. Кубы под вами будут менять цвет в зависимости от вашей позиции. Не пугайтесь, это нормально. Также вы можете занять промежуточную позицию, которая называется частично согласен. Ни нашим, ни вашим. Ну что ж, поехали. Гений психоанализа Зигмунд Фрейд считал, что нормальная, психически здоровая женщина должна быть домохозяйкой. А вот если она имеет желание начать карьеру, значит у нее невроз и страдает от зависти к обладателям пениса. Психически здоровой, говоришь женщины. Как насчет того, чтобы полистать заголовки? Ну вот, например, японская домохозяйка убила своего мужа кофейной чашкой. В Самаре ревнивая домохозяйка заколола своего мужа ножом. В Одессе аналогичное преступление совершено с помощью обычной кухонной скалки. А это я даже читать, если честно, не знаю как. Бразильянка разделала своего мужа на куски и приготовила из него жаркое. Так что скажете, кто более нервный, домохозяйки или карьеристки? У меня, к сожалению, нет статистики, но я думаю, с карьеристками такие. Да, я тоже хотела только сказать, что нервоз может и у карьеристки случиться. Когда она на себя слишком много берет, объем большой работы, она не справляется, на нее давят. С одной стороны, как бы, и семья-то никуда от нее не ушла, и поэтому нервоз может также у карьеристки случиться. Это проблема делегирования. Просто делегированию никто не учит. Если правильно распределять свое время и обязанности между другими членами семьи, все гораздо... Подождите, если распределять, но, опять же, в традиционной модели семьи, вот Надежда сказала, что это правильная модель, да, когда муж работает, а жена красивая, условно говоря, на самом деле она там шуршит по дому. Это не предполагается, он целый день на рабочий пахал, он устал, а это ее обязанности вот эти по дому. Никакое делегирование в традиционной семье не предполагает обязанности. Нет, я вот такого не говорила, нет. У меня муж-помощник. А вы знаете, вот все говорят о том, что вот тот устал, этот устал. Ну, а вспомним, былые времена или даже время, которое и сейчас есть в сельской местности. Никогда даже мысли не было у женщины, чтобы как-то поднять руку на мужа. Да вы что, разделали, котлеты сделали, ничего себе. А это говорит о том, что много дали воле. Вот вы рассказываете про сельскую местность, я сам оттуда. То есть я наблюдал все свое детство, вот эту модель. Вот эту? Да, то есть отец так же не гнушался там готовить по дому, когда мама была занята, сепарировала молоко. Вот такие, знаю, слова. И несмотря на вот эту модель, это же не значит, что я должен быть таким, и такой должна быть моя жена. У нас как-то все так равномерно распределено. Так, слушайте, тут тоже тема о распределении. То есть муж с женой договариваются заранее, кому что нравится делать. Хочется ей быть домохозяйкой, а она домохозяйка. А как вам нравится, когда мы говорим о некой правильной модели семьи? Есть же такая древняя... К сожалению. Я так и знал. Вспомним домострой. Вот, разве это плохо? Жена-то убоится мужа, но это не значит, что она убоится и должна перед ним ходить... Что он будет ходить в белых перчатках и говорить, это что за пыль? Да нет же, конечно. Она должна бояться его настроение, так сказать, испортить. Испорченное мужненное настроение может отразиться и на ней. Так ведь? А испорченное настроение жены может отразиться на нем, и котлеты из него пошинкуют. Если жена несчастлива, несчастливы дети, муж подавно, на работе он это будет выплескивать, ну и пошло-пошло, вся страна. Делайте своих женщин счастливыми, и будет счастье во всей стране. Ольга, но в связи со всем сказанным, согласны ли вы с тем, что мужья иногда пользуются зависимостью своей жены от него и злоупотребляют своими полномочиями, позволяют себе больше, чем нужно? Если человеческая психология таким образом устроена, если да, то почему нет? Если жена позволяет, он, соответственно, он не будет специально придумывать. Так, как бы мне еще упал походу? Если она его попросит о чем-то, если они договорятся, если они будут разговаривать, то да, не надо доводить. Вы считаете, что это ответственность жены исключительно? Если человеку плохо, он должен об этом говорить, а не ждать, пока другой догадается об этом. А если она говорит, мне плохо, я не хочу больше готовить, а он ей говорит, домостроен, описано, должно. Пойдемте, сходим в кафе, сегодня покушаем. Подождите, а если я вообще больше не хочу готовить? Не сегодня, а вообще? Хорошо, тогда у нас расходы еще, помимо того, что мы на одежду, обувь, детей тратим, будут еще тратиться на походы в кафе, столовую. Почему бы нет? А вот еще я хотела бы придраться к самому термину «домохозяйка». Тут есть слово «хозяйка». Но, если опять же следовать домострою, то она обязана реагировать на настроение мужа всячески, его обслуживать, кормить, убирать и так далее. По-моему, здесь все-таки идет речь не о хозяйках, а о подчиненных. Иначе быть не может. Иначе котлеты из мужа будут или из жены. Вот чтобы этого не было, муж в муж. Он должен жене платить зарплату в виде своей любви, в виде своего внимания. Он должен ее выводить куда-то. Это будет ее отпуск, это ее будет в выходной. Я тоже хотел сказать, что выводи. Это же не животное, которое взяло это. Ну вы не цепляйтесь к словам. Но домохозяйка, вам же объяснили, это работа. Вот муж тоже хочет отдыхать от работы. И она хочет отдыхать от работы точно так же. Приглашать на свидание, приглашать в ресторан с заменением слова. Домохозяйка на диване на своем, она не может отдохнуть. У нее будут другие так, там под диваном пыль. Есть очень простой пример. Вы говорите «приглашать». А если он приглашает тогда, когда она не хочет? А если она карьеристка, и если у нее есть возможность, она свободна. Я вас умоляю, карьеристки свободны. Во-вторых, она может пойти тогда, когда ей нужно, а не ждать, когда ее пригласят. А зачем она замуж? Тогда семьи не будет. Есть правда небольшая, важная домострой ведических знаний, что женщина должна уметь создавать уют, но при этом она может работать, она может заниматься общественными делами, то, что ей нравится. Часть правды есть. В этом состоит счастье. Наверное, именно компромиссы друг к другу, чтобы семья была счастливой и женщина в первую очередь. А вот еще я бы хотела сказать, что зарабатывание денег с психологической точки зрения – это энергия стресса. Мужчина, он так устроен, что он в стрессе развивается, он растет, он покоряет больше вершины. Женщина в стрессе, она загибается. У нее душевная организация так устроена, что она будет. Мне кажется, или это какая-то мифология? Это придумка какая-то, потому что любой человек имеет мотивы. Это психология, она общая для всех людей. Необходимость самореализации – это базовая потребность человека. А если в жизни сейчас период самореализации дома, с детьми, карелиска тоже может обратиться к таким же специалистам? Ну, супервизор на супервизоре, супервизором погоняет. Это я вам точно говорю. Рассуждая, я вспомнила пирамиду Маслоу и на самом деле то, о чем мы сейчас говорили. Именно самовыражение, самодостаточность – это вот на самом верху. Человек, когда ему скучно самому с собой наедине, это уже как бы звоночек и повод кому-то обратиться к психологу. Ну, любому человеку должно быть наедине с собой хорошо. И наедине с собой он тоже развивается. Кстати, это с детства должно быть так сложено. Вот детей, у которых расписание жесткое, кружки, секции, все, у него нет минутки посидеть там. И у него не вырабатывается умение придумать самому себе занятие. Он потом, когда вырастает в жизни… Становится карьеристом и придумывает сам себе занятие. Нет, подождите. Он ждет, когда начальство ему придумает. Сам он не может. Плюс ко всему, вот мы разобрали, кто такая домохозяйка, да, а кто такая карьеристка? Мы сейчас говорим только про то, что женщина, которая работает. А карьеристка – это не обязательно. Это человек, который должен стремиться выше, выше и выше, а не просто работать. Ну, как правило, люди, когда работают, они стремятся все выше, выше и выше. Это нормальный сценарий вообще. Нет, я работаю, я не стремлюсь. Я работаю для удовольствия. Я могу сделать себе отпуск, когда хочу. Я независима от работы. Если мне позвонит ребенок и скажет, мама, у меня концерт, работа меня не остановит. Я буду на концерте. В студии «Я вас услышал» шесть человек с абсолютно противоположными взглядами на одну и ту же тему. Сегодня в центре внимания карьеристки и домохозяйки. Должна ли женщина работать или посвятить всю себя семье? Домохозяйки отстой в том случае, если это прям девушка полностью погротилась в себя домашними работами. Альмира Нугертаева. Бизнесвумен. Стать домохозяйкой и засесть дома – для нее страшный сон. Они полностью погружены настолько в быт, что с ними не о чем поговорить, как только там, я не знаю, что приготовить и как лучше помыть посуду. Не все домохозяйки курятся. Надежда Сухомлинова. Домохозяйка и считает это предназначением женщины. У меня очень расписан день. То есть у меня фитнес, у меня тренировка, растяжка. Я с другими мамочками посещаю различные мероприятия. Я не скажу, что домохозяйки слабохарактерны или еще что-нибудь. Это огромная сила и энергозатратно. То есть я сам в этой позиции сейчас нахожусь. Митя Чепиков. Муж карьеристки. Обожает свою жену. Вспоминаю своих каких-то знакомых, у которых вот жены не занимаются не то, что карьерой, не занимаются даже хобби. Такой, опять же, частный случай. Я вот не знаю, чем бы я занималась, если бы вот когда там ребенок подрастет, а ребенку уже три. И ты что будешь начинать, если ты сейчас ничего не делал? А у Тани глаза горят. Ситуацию, когда мужчина сидит дома и варит борщи, а женщина зарабатывает, я считаю неправильной. Виталий Батищев. Казак. Уверен, что смена гендерных ролей в современном обществе ведет к уничтожению семьи. Ну что ж, пусть мужчина тогда детей рожает, а женщина работает. Чем плохи крайности? Они плохи тем, что в крайностях люди замечают только один какой-то вариант, не замечают совсем других вариантов. Сергей Клименко, коуч, не видит проблемы в ситуации, когда женщина работает и зарабатывает больше мужчины. Здесь важно понимать, что в этом смысле женщина такой же человек, с такими же целями, с такими же потребностями. И она сейчас гораздо больше имеет возможности себя реализовать. А карьера мне зачем? Кому нужно, чтобы я достигала высот в карьере? Ольга Синицына. Уверена, что женщина не должна работать ради денег. В моей жизни семья на первом месте однозначно. Участники высказывают свою точку зрения и выслушивают чужую. А их настрой отражают кубы. Зеленый – согласен. Красный – не согласен. Желтый – частично согласен. Насколько кардинально поменяют свою позицию участники в результате этого разговора? Выясним уже скоро. Уже в первом раунде стало понятно, что участники находятся на разных полюсах. Только Виталий частично согласился с доводом оппонентов. Он признал, что домохозяйки часто не следят за своей внешностью и забывают о себе, в отличие от работающих женщин. Во втором раунде дискуссия продолжилась. Команда карьеристок не готова согласиться с тем, что женщина должна во всем подчиняться своему мужчине. А противоположная команда возмущена, что домашняя работа и уход за детьми в глазах окружающих не являются полноценной реализацией женщины. Мне хотелось бы все-таки уточнить у вашей команды то, о чем я говорила, что домохозяйки – это, по сути, подчиненные у своего мужа. Виталий, вы с этим согласны, получается? Я согласен. Подчинение, но не угнетение, скажем так. Подчинение быть должно. Виталий с этим согласен. А Надежда, согласна ли, что она находится в подчинении у своего мужа? Нет, я не согласна. Женщина, она же в априори хочет приготовить что-то вкусненькое. Давайте так, кто у вас глава семьи? Ну, муж. Муж. Ну, все, раз он глава, глава – это начальник, значит, вы у него подчините. Это всегда повелось, муж – голова, жена – шея. Ну вот. А то, можно сказать, карьеристки принадлежат сами себе. В Швеции даже шутят. Чем лучше ты работаешь, тем скорее разведешься. И в самом деле ученые выяснили, что для женщины цена успеха на работе высока. Продвижение по службе сильно увеличивает вероятность развода. Что вы думаете об этом? Согласны? Тут вопрос мира опять-таки. Если, опять же, может быть, даже процентов на 70. Карьеристка не придет на концерт к своему ребенку. Почему нет? Я планирую все соревнования, я всегда присутствую. Подождите, вы имеете сейчас под карьеристами тех, кто упахивается и живет на работе просто? Вот так вот? Карьерист. Это называется трудоголик. Он все время поднимается по карьерной лестнице. И этот человек, который ставит работу на первую... Да, в приоритете. Кто решает подниматься по карьерной лестнице? А мы не согласны, правильно. И быть еще в других ролях. Еще быть чьей-то подругой, другом. Нет, все получается. Почему не получится? Либо там будешь отставать, либо там. Я тоже согласна, что карьеристы троечники в семье. Потому что там вроде на работе немножко, если вы говорите распределение, на работе немножко поработал. И дома вроде как что-то поделал. А в результате нигде вы не отличники. А вы работаете, пускай для удовольствия. Вы отличница или троечница? Двоечница. Я первоклассно работаю. По крайней мере, мы все парят. Во всем отличница. Вот реально мы уже боремся за понятие. Я не карьеристка. Хорошо, вы не карьеристка. У меня работа не на первом месте. Я могу легко уйти с работы. Но вы же сказали, что нельзя одинаково хорошо и работать, и в семье быть. Это она про карьеристку. Я с вами. А теперь только карьеристки не умеют этого совмещать. Конечно, те, у кого работа на первом месте. А домохозяйки, которые работают, они все как-то совмещают. И везде у них все на пять. Подождите, ребята. Это вообще полный абсурд называется. Карьеристка, у которой работа в приоритете, и она растет по карьерной лестнице. У нее большая ответственность на своей работе. У нее очень много подчиненных уже, скорее всего. И они зависят от нее. А у женщины, которая работает для себя, у нее в приоритете семья. Как правило, счастливая. У меня жена достаточно высокий начальник. Опа! Да. А кто глава? Мы два человека, которые, так сказать, стремятся быть главными. У нее в подчинении достаточно много людей. И плюс ко всему, очень важно государственное, должны принимать государственные решения. Она у вас карьеристка. Нет. Она не стремится... Она же на работу ходит. Она не стремится в нее. Нет, она не стремится. И дома она ничего не упускает. Вот недавно... И вот вы только что назвали успешный пример, когда женщина может совмещать работу с семьей, и все у нее гармонично. Ну вот, получается. Получается. Спасибо вам за аргумение. Нашу пользу. Ну да, ну да. Ну Виталий уже и так с нами согласился. Кстати, я бы вернулся к вашему выражению, что путать карьеристку с извращенным трудоголиком, это немного разное. Большая ошибка. Мы сейчас, может быть, чисто из-за терминологии вот так вот плаваем и начинаем ссориться на самом деле. Ну вот я согласен. Сейчас 21 век, работа онлайн. Мы можем совмещать это. И находиться дома, и работать. А я тогда кто? Вам нужно тоже пересаживать. Мы же не знаем, что работа в свое удовольствие, что это такое? Я не провожу с детьми целый день время, потому что я считаю, что ребенок должен ходить в сад. Ему за радость приезжать к бабушке в гости с дедушкой. И когда дети видят свою жизнь не только рядом с мамой, а также вот по другому зрению бабушек. Когда дети видят свою маму как праздник. Каждый раз, когда мои дети идут куда-то, они у меня занимаются, ходят, занимаются спортом, вокалом. Я всегда присутствую на всех их мероприятиях, я всегда рядом. Меня знают все тренера их, все воспитатели всегда ко мне обращаются. А на тренировке кто вводит? А мы по-разному, кто когда бабушка возит, когда муж, когда я, мы это все делегистрировали. У нас хорошая ситуация, что бабушка и дедушка есть рядом. Когда есть мероприятие? А вот смотрите, я вот сейчас как раз формулировал мысль, что возможно мы не лагерь там за карьеристок, а просто мы тот лагерь, который считает, что равны, а тут там кто-то должен быть главным. Да, да. Так у вас то же самое в лагере. А вам было бы приятно, если бы жена как бы вас считала за главным, ваше мнение было для нее главным, при этом, что у женщины всегда так построено, что ее мнение уже заложено в голову мужчины, и он будет сделать, как она хочет. Но при этом она не хочет говорить. Это называется манипулятор. А, 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 за мужем, вот эта вся история. Мужчине всегда приятно, когда жена говорит, что да, мужчина у нас главный в семье. Приятно, когда, ну я же мужчина, все равно я для себя. Конечно. А женщина знает, что мужчине это приятно, поэтому она это и озвучивает. Сергей, о чем это говорит с профессиональной точки зрения? Умная женщина всегда подстраивается под своего супруга. Если она хочет, чтобы он был, вернее, если он транслирует свое желание быть главой, она ему об этом говорит. Получается, карьеристки не очень умные? А, карьеристка также может говорить, что мой супруг у меня глава семьи. Здесь вопросов нет. Вообще, у карьеристок, как правило, партнерские отношения с супругом. То есть здесь речи не идет о том, что кто-то главный. Это партнеры, которые вместе пришли. Современные домохозяйки, мне кажется, тоже за партнерские отношения. Я точно знаю, что я физически сильнее, и вот я знаю, что вот это нужно прикрутить вот сюда. Здесь я главнее. Но в вопросах каких-то там она дизайнер начнет говорить мне в моей работе. А вы согласны с тем, что от природы мужчины сильнее, и они заточены достигать, побеждать? Да, отчасти я соглашусь с вами. Отчасти. Здесь есть доля правды. Спасибо. В студии я вас услышал. Шесть человек с абсолютно противоположными взглядами на одну и ту же тему. Сегодня в центре внимания карьеристки и домохозяйки. Должна ли женщина работать или посвятить всю себя семье? Они эгоисты. У них нет теплых отношений с семьей. Надежда Сухомлинова, домохозяйка. Считает, что карьеристка не может быть хорошей женой и мамой. Если бы я работала, ну и при этом, может быть, была бы карьеристкой, то, конечно, у меня не было бы таких теплых отношений с детьми. Я с ними провожу, стараюсь провожить по максимуму время. Дети меня видят в любом случае. Альмира Нугертаева, бизнесвумен. Уверена, что подает детям хороший пример. Я очень социальный человек. Мне прям очень важно быть везде, знать все, помогать людям. И глядя на все, как я это веду, мои дети на меня смотрят, они чему-то учатся и понимают, как можно, как нужно. Однако ни одна из женщин не хочет пойти в шахтеры и там делать свою карьеру. Виталий Батищев, казак, чтит домострой, не приветствует эмансипацию женщин. Начнет и в дом приносить те же самые методы с работы. Я сказала, так должно быть, я сказала, делайте так. И никак иначе этого не должно быть. Мужчина – глава семьи. Это мнение у меня не может измениться. Под каблучник, про меня она стерва. Митя Чепиков – домохозяин и отец в декрете. Многое выслушал от сторонников традиционной модели семьи, но сворачивать с намеченного пути не намерен. Сейчас мы находимся в том моменте, когда социальные роли меняются. Да, я думаю, и вот эти архетипы немного искореняются. Я ношусь с ребенком. Сияющие счастливые глаза, то есть я вижу у своей жены. Я люблю путешествовать, я люблю отдыхать. Я бы ездила с удовольствием пять раз в год куда-нибудь, на неделю, на две. Эти женщины не могут. Ольга Синицына. Убеждена, что карьеристки идут против природы и вряд ли могут быть счастливыми. Я не достигатор. Я кайфушник. Мне хорошо, когда хорошо. Да, мы хотят одновременно иметь и качественные отношения, и качественную самореализацию. Сергей Клименко, коуч, призывает женщин не отказываться от карьеры, а найти баланс между семьей и работой. Все реально, что человек стоит перед собой. Если она действительно хочет достичь такого состояния, то она его достигнет. Участники высказывают свою точку зрения и выслушивают чужую. А их настрой отражают кубы. Зеленый согласен. Красный не согласен. Желтый частично согласен. Насколько кардинально поменяют свою позицию участники в результате этого разговора? Выясним уже скоро. К середине второго раунда участники, наконец, смогли найти точки соприкосновения. Альмира, не мыслящая себя без своего бизнеса, согласилась, что мужчины более заточены достигать и побеждать. А тягаться в этом с мужем она не намерена. А казак Виталий, упоминавший домострой в качестве ориентира, оказался вовсе не домашним деспотом. Выяснилось, что его жена никакая не домохозяйка, а работает на серьезной руководящей должности. Во время дискуссии возникла путаница с терминологией. Команда «за домохозяек» ассоциирует карьеристок с трудоголиками, которые за работой света белого не видят. Возможно, поэтому слово «карьеристка» для них звучит почти как ругательство. Противоположная же команда воспринимает карьеристок как женщин, которые виртуозно совмещают работу и семью. Поэтому выступают именно за этот гармоничный вариант. И все-таки, что касается вот этой позиции «за мужем», вот вам типичная история, которая произошла на Кавказе, где как раз хранят семейные ценности, вот это вот все домострой. 24-летняя девушка Амина Мерзоева была образцовой женой, родила своему мужу трех детей, все делала по дому, все как надо, что не помешало ее мужу бросить ее, уехать в Москву и там жениться снова. Сейчас Амина живет в сарае у родственников, откуда ее периодически выгоняют. Как вам такая перспектива? Ладно, это пускай какой-то случай зря доволен, но в конце концов разводы случаются, да? Статистика ужасная по ним. Опять же, люди умирают, особенно мужчины у нас, склонны это делать достаточно рано. Вот, дорогие девушки, у вас есть на этот случай какой-то план? Ну да, жизнь ставит свои коррективы, нужно быть как-то готова. Ну а финансово вы к этому готовы? Вы сможете себя и детей содержать? Сейчас, на данный момент, нет. И нет. А в семье, вот ответственность, муж и жена, и вдруг у них закончились деньги, это ответственность, можно обвинить жену? Обоих. И вообще я не вижу смысла тут кого-то обвинять на самом деле. То есть у мужчины ответственность за дохню от семьи, на нем лежит больше, чем на женщине? Нет. Нет? Нет. Мужчина не должен приносить пищу в дом. Оба должны. Оба должны. Оба. Да никто никому ничего не должен. Ответственность на то. О, золото, а не фраза. Нет, о чем мы говорим, если есть дети, то их мы должны содержать, и это должны делать. Мы. А нет, ну как оба, и бабки зарабатывать, и подмывать. Они не могут в это время на тренировки водить. И то, и другое. И работать. И делить обязанности. В нынешней системе, когда внешний мир очень изменчив, если оба работают, и жена тоже карьеристка, это более устойчивая семья. Потому что муж может потерять работу, зато у жены будет все хорошо. Финансово устойчиво. Да, финансово устойчиво, конечно. Нет, судя по всему, они сразу разведутся. А если там домохозяйка и муж, вдруг что-то случается с его работой, то они уже обречены на то, что... Слушайте, я не могу понять, кто семью это занимается? Все. Оба. Люди, которых вы нанимаете на деньги, которые зарабатываете? Оба. Ну нет, конечно. Ну работают же не 24 часа в день. Но так вот домохозяйки Роскальaver mercy, достигать карьерных высот, он работает в удовольствии и в удовольствии обеспечивает свою семью. Почему жена... А почему женщина не может в удовольствии работать на работу? Если ей в удовольствие быть домохозяйкой, подожди! Нет, если всем в удовольствии... Я могу работать в удовольствии. Заниматься любым делом, и ты ни разу не будешь на работе. А что если мужчине в удовольствии, а быть с ребенком со своим? А не на работе. Вон, домохозяин же у вас сидит. Да, все верно. Я вот так одной рукой в карьере. А мне хотелось бы к Надежде вернуться, да, и вот то, о чем мы тут сейчас говорили, о вот этой финансовой незащищенности домохозяек, да, условной, Надежда, ну вот все-таки возвращаясь к той теме, о которой мы говорили, да, вот что, о финансовой незащищенности домохозяек, согласитесь, если что-то случилось с мужем, заболел, умер, ушел к другой, домохозяйка в этом плане не защищена, она вполне может оказаться в полной финансовой яме Соглашусь Полностью согласна? Да, я полностью согласна Можно немножечко статистики вам разбавлю? Каждый год пополняется список женщин, которые осознанно отказались от мировой славы ради семьи Это и Ева Мендес, и Джессика Альба, и Карла Бруни, и Дженнифер Гарнер, известные актрисы и модели, которые практически прекратили сниматься после того, как вышли замуж и родили детей Хотя приглашений была масса, согласитесь, что забота о семье это выбор, который тоже заслуживает уважения Да, это безусловно Вот именно так, вот озвучено, вот в эти, вот очень красиво звучит, и я с вами полностью согласен Рада, что Митя со мной согласился У меня знакомая карьериста Подождите Она шла постепенно по карьере экономиста Потихоньку, потихоньку, потихоньку дошла в огромном предприятии до должности президент по экономике Она бывала дома только в воскресенье и в будни поздно вечером По-моему, мы говорим сейчас не о карьеристке, а о трудоголике Всех денег не заработаешь Согласна Ну хочется быть, конечно же, материально обеспеченной самой, самой купить даже тот же самый подарок мужу на день рождения Также сводить детей или своей маме подарить подарок Да, да, да Но, но не обеспечивать семью, не обеспечивать семью, а зарабатывать, это да, это будет ее хобби Я бы посмотрел на карьеристок с точки зрения зарабатывания денег, с точки зрения творчества Вот это возможность действительно творческой самореализации И тогда сложно сказать, что кастрюли и горшки – это творческая самореализация А вот когда человек себя каким-то образом в творчестве или в бизнесе реализовывает Тогда она и может, как бы с нашей точки зрения, называться карьеристкой Но нельзя ограничивать свой мир исключительно домохозяйством Мне кажется, это скучно Ольга, вы согласны с тем, что нельзя концентрироваться только вот на муже, детях вот со своей роли семейной А нужно еще и творчеством заниматься? Я абсолютно согласна с тем, что просто домохозяйка быть – это ужасно скучно Но когда ты самореализовываешься с помощью какого-то своего любимого делать занятия Это вот вы уже стремитесь И прикольно, если она еще деньги приносит, как у вас Обычно да Сергей, согласитесь, что любые крайности – это плохо И карьеристки, которые отказались от семьи в пользу работы, много теряют Ну кто ж об этом говорит? Конечно, это плохо Конечно, это плохо Конечно, отказываться от семьи ради карьеры в этом тоже нет смысла Потому что это одна из высоких миссий и предназначения и женщины, и мужчины – создавать семью и продолжать потомство Итак, сегодня у нас присутствует два лагеря – за карьеристок и за домохозяек Несмотря на все свои разногласия в первом раунде, напомню, у нас почти все горело красным Все-таки нашли точки соприкосновения И сейчас нам предстоит финальный третий раунд, или точнее шаг, решающий шаг навстречу друг другу Надежда Сухомлинова – домохозяйка Не планирует работать, пока трое детей не вырастут Альмира Нугертаева – бизнесвумен, жена и мама двух детей Виталий Батищев – казак Считает, что главная работа женщины – это семья Сергей Клименко – коуч Самым устойчивым союзом считает партнерские отношения, где оба работают Ольга Синицына – работает исключительно для удовольствия, онлайн Митя Чепиков – отец в декрете, домохозяин и гордится этим В самом начале программы команда «За карьеристок» и команда «За домохозяек» заняли крайние позиции, считая свою точку зрения единственно верной Рассказав свои истории из жизни, участники программы пересмотрели свои позиции Теперь у пяти человек из шести кубы зеленые Это означает, что они согласны с аргументами друг друга Может быть, кто-то из них даже перейдет на противоположную сторону и примкнет к команде соперников Узнаем в третьем раунде Шаг третий Участникам предстоит пройти по шкале мнений Предыдущий счет остается в силе Дальше можно двигаться только вперед и даже перейти на другую сторону Кто готов услышать соперника, а кто будет отстаивать свою точку зрения до последнего, покажет этот раунд Ну что же, Ольга, если ваш муж вдруг скажет, что он хочет видеть перед собой не домохозяйку, не женщину, которая посвящает себя семье, а успешную женщину, карьеристку, которая чего-то добилась Вы хотя бы посмотрите вакансии? Давайте, да Сергей, если ваша жена скажет, что устала самореализовываться и поняла, что ее предназначение варить борщ и рожать детей, вы примете это? Конечно Так было Уже Как вы считаете, Виталий, а если вот жена хочет выйти на работу, рвется, да, и это не скажется на семье и домашних делах, как вы думаете, мужчина должен разрешить женщине работать? Конечно Делайте шаг вперед Альмира, если вы выиграете в лотерею, будете обеспечены до конца жизни, вы перестанете работать в таком темпе, как сейчас? Нет О, нет Так, оставайтесь на своем месте Надежда, а когда ваши дети вырастут, вы говорили, вы пойдете работать? Ну конечно Делайте шаг вперед Нам тут уютно Сейчас развернусь Митя, если у вас родится тройня, вы попросите свою жену стать домохозяйкой? Если она скажет, я хочу быть домохозяйкой, а ты можешь пойти на работу на другую, вот если такая формулировка, да, я делаю шаг, если я должен ее попросить, ну я... Стройней справитесь? Я? В физический смысле таскать их, ухаживать? Ну вообще, да, просто находиться с ними, вот быть папой в декрете только стройней Конечно справлюсь Это же как новая задача, которую надо решать, конечно Тогда оставайтесь на своем месте Ну что же, я смотрю, у нас все максимально сблизились, некоторые даже перешли на другую сторону Поэтому я предлагаю сейчас нам всем обняться и сказать друг другу, я вас услышу Удобно? Я вас услышал У всех были где-то доводы, Сергей вот убедительный был, я прям поймал момент, но уже не запомнил, все, в моменте как Джарахов поет Не совсем согласна с Виталием, потому что домостроя это все штуки, мне кажется, пережиток прошлого уже Надежда, отчасти я видела то, что она, как она видит, как она строит семью, ну она, конечно, все в крайности выводит, но на самом деле все говорили свою правду И везде, наверное, есть эта маленькая доля Все-таки за то, что в семье должны быть равноправные партнеры И мужчина должен давать женщине время, если она хочет сейчас на данный момент быть просто домохозяйкой с детьми, то он должен ей давать это время, а потом она также пойдет работать Хотелось бы, чтобы человек был домохозяином Если есть желание, если есть желание, работал и в ущерб семье Люди понимают, что есть семейные ценности, а есть ценности самовыражения И не должна одна ценность затмевать другую